Девушки отдыхают Мы получили результаты расследования Во-вторых, мне сообщили о беспорядках в деревне И последнее, у меня к тебе личный разговор Расскажи о расследовании Боюсь, это тебя встревожит и разочарует Что меня разочарует? Мы не знаем, зачем убийца был здесь С ионийцами проще, а не наемники Пришли за добычей Ну как, понятно, он убил ее Но почему алкема? Чего они пытались добиться? Этого мы не знаем Теперь тревожно Убийца был черноязыким Вернее, у него были все признаки такового Одежда, оружие, татуировки и меткость Я был на том балконе Никто в Греции не попал бы с такого расстояния Идас, что ты знаешь о черноязыких? Ну аж слишком огромная пауза В основном следе, это культ, поклоняющийся темной титониде Гекате Гекате Когда ты был ребенком Отец Алкемы, царь Лекомед Пошел войной на культ До этого дня все считали, что он их уничтожил Но это не так Так сказал убийца перед смертью Мы уверены, что ионийцы всего лишь наемники? Практически Все ионийцы в Греции являются наемниками Этих нам удалось проследить до Итаки Они были там около месяца назад Они говорили, их только что наняли За хорошую плату Что произошло в деревне? В Иолк прибыл Зенон из Фессалоник Его брат Минандр погиб при атаке Я слышал, он был среди погибших Ясное дело, Зенон недоволен У нас с Фессалониками сложные отношения Сыроеды всегда завидовали тому, что Зевс нам покровительствует Я помню Зенона Напыщенный тип Мнит себя стратегом Теперь он в деревне кричит И требует компенсировать ему смерть брата С ним еще пара людей А наш стражник доложил, что с ним еще была некая ведьма Что за личные разговоры, Дасс? Со мной можешь говорить свободно Да Мне пора в отставку, Ясон Я уже не тот После этой атаки я понял, что старею А, до этого ты не старел, да? Бедолага Мне пора уйти Не смею просить людей сражаться Вот сейчас пауза была, да для чего ты? Я сам сражаться не могу Тупой ты Среди всех в Иолке Ты больше всех заслужил право сам решать, когда уйти У меня три кандидата на мой пост Чем раньше ты решишь, тем раньше я смогу начать их подготовку Я вижу, ты все окончательно решил Назови своих кандидатов Эварий, Мирон и Платон Шаг вперед Эти трое равны по опыту и навыкам Любой из них справится Эварий, расскажи о себе Я Эварий, сын крестьянина Сравнин И Дасс, лучший начальник стражи Если я займу его место, буду следовать его примеру Во имя чести Скажи, Эварий, как бы ты защитил дворец? Так же, как и Эйдас Рассредоточить стражу, чтобы вовремя заметить опасность Что думаешь о других кандидатах? Оба верные воины Ничего плохого не скажу Мирон, теперь слово тебе Меня зовут Мирон Я вырос в семье пастуха Три года возглавляю ночную стражу Слишком многие погибли Нельзя допускать повторной атаки Стража этого не выдержит Расскажи, как бы ты защитил дворец, Мирон? Разместил бы стражу в жилых помещениях, где больше людей У важных лиц, таких как ты и Пелий, должны быть телохранители Что скажешь о других кандидатах? Верны, но опрометчивы Мы должны поступать обдуманно Платон, тебе слово Платон, рыбак, но по призванию начальник стражи Ясон, стража слишком заносчива Пора начать все заново Создать новую стражу Внедрить дисциплину Дисциплина без стратегии ничего не даст, Платон Как бы ты защитил дворец? Для начала заставил бы стражников Прочесать остров на предмет угрозы Остальных разместил бы во дворе Отличный оборонительный пункт Что скажешь о других кандидатах? Они хотят как лучше Но у них кишка танка действует решительно Что скажешь, дядя? Все они люди способны Стражник не должен быть женат Тогда семья не будет отвлекать его, когда он рискует жизнь Насколько я знаю, Мирон Холост Мирон, теперь слово тебе Мирон Настали опасные времена Мы должны быть готовы к другим атакам Что скажешь, дядя? Все хороши Тебе от стражи нужна осторожность, смелость или оставить все как есть? Что скажешь, дядя? Мне совет, сука, дай Все хороши Все хороши Тебе от стражи нужна осторожность, смелость или оставить все как есть? Ладно, Мирон Я принял решение Кого ты выбрал? Мирон Назначаю тебя начальником стражи Твоя главная задача Безопасность народа Ты всегда будешь первым в бою И последним в обороне Благодарю Стража будет готова к любой опасности Смотри, сука, подведешь им пиздец Я рад, что в моей страже служат такие люди, как вы Свободны Да Съебали нахуй Спасибо, Ясон От меня и моей жены Киприан Ты ей еще надоешь И она изменит свое мнение Пойду сообщу ей новости Конечно Закончим все здесь И отправишься в деревню На всякий случай удвоим стражу и дас Как скажешь, Ясон Да Так Да На всякий случай удвоим стражу и дас Как скажешь, Ясон Да, да Что тут у нас Так Мы в главном зале Мы так долго сюда шли Чтобы тут у нас Так Сейчас вообще-то нам могут это Выслушивать За щекану всяких Престол Или Престол Ясон Выслушаешь просителей до суда Да Зови просителей Давай Царь Ясон Примет просителей Какие-то вы Деревянные все Вызываю достопочтенного Мекиста Посла царя Лекомеда из Мекен Мекист Слышал, ты собираешься в Мекены Да Я повезу с собой Страшные вести Дочь царя убита В день своей свадьбы Что передать царю Лекомеду Верховному жрецу Ореса Передай, что я верну Алкему В Дельфах я узнаю, как вернуть ее Благородно, но между надеждой и заблуждением Тонкая грань Ты нахуй затнись Такой поход не гарантирует успех Наша единственная надежда Дельфийский Оракул Как сказал Лекомед Возьми надежду в одну руку Плюнь в другую Где будет больше Ясон Примешь другого просителя? Да Зови просителей Вызываю стражника ареста Сраву ему другую руку Царь У нас несколько ионийских пленников Что с ними делать? Сколько их? Пятеро Один лидер Или как он у них называется? Их допрашивали? Да Идас говорит, больше им сказать нечего Что нам с ними делать? Так Лидера казнить, других пороть Заберите у них все вещи Посадите на корабль До нейтрального порта Пусть все ионийцы знают Что им не место в Иолке Так точно Лисон Примешь другого просителя? Конечно, давай Да Зови просителей Вызываю Катю Крестьянскую дочь Царь Я пришла к тебе с просьбой Давай уже пиздец Что ты хочешь? Позволь провести обряд над ионийцами Его до сих пор не провели Их земные дела Рассудит Аид Но запретить обряд Значит запретить волю богов Правда? Я считаю, что мы должны проводить в Аид всех мертвых Какой бы ни была их жизнь Я знаю, но у каждого правила есть исключения Позволь, я сама проведу обряд Твоя настойчивость похвальна Ты права, Катя Наш долг передать Гермесу духов умерших Чтобы он мог проводить их в царство теней Даю разрешение Благодарю тебя, благородный царь Ясон Примешь другого просителя? Конечно Да, зови просителя Давай хоть всех сразу Вызываю пастуха Филона Царь У нас родилась черная овца По традиции Прошу разрешить Принести ее в жертву Зевсу Черная овца Это знак Ее нельзя приносить в жертву Зевсу Но, Ясон Она станет жертвой другому богу Аполлон, Орес, Афина, Гермес Выбирай Я не могу выбрать, царь Пелий Другим богам ведь угодно такая редкая жертва? Агнец – знак изменений Подумай, что ты хочешь от будущего Жертва Оресу повысит твой шанс победить врагов Если тебе нужна мудрость Принеси жертву Афине Если хочешь мира в душе и царстве Выбери Аполлона Если ты не знаешь, что тебе нужно Выбери Гермеса Он принесет тебе удачу Ну, ну, блять А-а-а Мудрость Я не знаю Пусть будет удача Принесем жертву Гермесу Как прикажешь, царь Народ счастлив Сегодня просителей нет Да Так, сейчас надо поговорить Сдай, дай Что нового? Ой, ёлого Ебало Пока ничего Я должен узнать, что происходит в деревне И поговорить с Аргасом Я посмотрю Есть ли в нашем архиве Что-нибудь о Дельфах Сейчас мне надо, наверное, уже Идти все-таки в деревню Такое, для начала Надо найти выход И он явно не здесь Значит, он где-то там Боже, вы... А-а-а-а Так, вот Ну-ка, где воспоминания Есть здесь? Здесь, где-то воспоминаний Значит, шука Здесь олг, избранник Зевса Победил великана Тифора И олг Поклялся вечно Почитать Зевса И защищать Эту землю И олг Поклялся Вечно Почитать Зевса И защищать Эту землю Так он Основал Царство И олг Так он Основал Царство И олг Нахуя два раза читать? Нахуя два раза читать? Так, тут я не вижу воспоминаний Цей Может быть, может они здесь? Здесь тоже нет воспоминаний Цей Может быть, они дальше? Ебать, он по ступенькам Летает Мояааа Если ещё раз она, блядь, сейчас запоёт Это Сука Аля-ля-ля-ля-ля-ля Блядь, тут же ебаная Так, ну ладно Мы просто должны уже бежать Твой дворец был бы на месте Среди больших домов Афины или Викен Так, идем в деревню, значит Царь, докладывают о беспорядках в деревне Чужие воины ищут встречи с тобой Я проверю, спасибо Один из крестьян сказал, что вместе с воином в деревню пришла колдунья Нихуя у тебя вены Я проверю, спасибо Так, еще и колдунья там Везде векут Здесь Аполлон показал Диафану храм и дворец Которые тот построит Он взглянул на утес, и его ослепил луч света Он взглянул на утес, и его ослепил луч света Заслонив глаза, он увидел наверху контуры зданий В честь этого видения был воздвигнут Царский дворец иолка В честь этого видения был воздвигнут царский дворец. Мне кажется, это затупь перевода, что ли. Он, блядь, повторяет одно и то же. Зачем? Придурок. Воспоминания. Бессон, соберись. Хочешь, Алкема подаст тебе привык? Алкема. Я справлюсь. Идас. Он забыл, что я дочь Ареса. Ты только об этом и говоришь. Кажется, он растерялся. Интересно, из-за чего? Может, он скажет? Из-за чего? Из-за вас! Ч-ч-ч-ч... Бред какой-то. Ладно, че ты... Хочешь, мать? Привет тебе, царь Ясон. Здорово. Да воссияет над тобой свет Аполлонов. Чем Пандора, волею бога солнца скромная гадалка, может помочь тебе? Ты Пандора? Каким образом ты гадаешь? Я расспрашиваю человека о взаимоотношениях с близкими. Потом я ищу, с какому созвездию соответствуют ответы. Давай посмотрим на это. Сложный выбор в жизни человека изменит его отношение с миром. О чем поговорим в первую очередь? Долг царя перед страной. Давай об этом. Ты разведчик в армии царя. Границам угрожает соседняя страна. Мир шаток. Но по приказу ты должен поддерживать его. Находясь в патруле, ты видишь вражеского воина, который убегает на свою территорию. В том месте, откуда его спугнули, ты видишь на земле знак. Сигнал для атаки противника. Что ты сделаешь? Я исследую этот знак, чтобы понять его истинное назначение. Только тогда я решу, что мне делать дальше. Твой ответ соответствует созвездию Пигмалиона, скульптора. О чем поговорим дальше? Поговорим о моих подданных и близких. Ты пастух. Ты подозреваешь соседа, не друга, в том, что он пускает свои стада пастись на твоих землях. Его пастбища лежат между твоими и лесом. В этом году волки часто нападали и изрядно проредили его стада. Волки едят его овец, а твоих не трогают. Что ты сделаешь? Я обогатился на его несчастье. Он стал заслоном между моим стадом и волками. Я бы предложил ему решить вместе эту проблему. В твоем ответе я вижу влияние либры, весов. Ты, как и твой близкий друг, бедный стражник. Ты узнал, что кто-то похитил пожертвование из местного храма. Этим вором оказался твой друг. Его жена больна, а денег на лечение у него нет. Он предлагает тебе часть денег в обмен на молчание. Если ты его арестуешь, тебя ждут награда и повышение. Твой выбор... Пусть забирает себе деньги. Он мой друг, и он в нужде. А храм переживет. Я чувствую в твоем ответе влияние Люпуса. Люпуса? Волка. Теперь нам осталось обсудить только вопрос семьи. Двое просят руки твоей дочери. Но у меня ее нету. Один царь. Он возвеличит тебя и всю твою семью, но твоя дочь его не любит. Другой простой крестьянин, чье самое главное богатство – любовь твоей дочери. Если она выйдет за царя, на земле воцарится мир, но она будет несчастна и умрет. Если выйдет за крестьянина, будет жить долго и счастливо, но страна будет охвачена войной. Кому ты дашь благословение? Любому человеку, которого моя дочь выберет в мужья. Я верю в ее выбор и поддержу ее. В этом случае твой ответ соответствует Пигмалиону. Пигмалион! Опять скульпторный, ебаный бро. Пандора. Какую судьбу ты видишь в моих ответах? Выполняя свои обязанности, ты считаешь, что разум является основой всех решений. Наивысшая цель – общественное благо. Ты веришь, что сообща люди могут решить любые проблемы. Узы дружбы для тебя означают многое. Ты сделаешь, что угодно для друга, попавшего в беду. Ты уважаешь семью, но и чужак найдет у тебя радушие и понимание. Твой доминирующий знак Пигмалион – скульптор. Куда бы ни вел твой путь, ты с честью преодолеешь все препятствия. Твой выбор пролил свет на человека, стоящего предо мной. Надеюсь, мне удалось хоть немного осветить твой путь. Да. Спасибо, Пандора. Ты гадаешь, потому что Аполлон наградил тебя даром предвидения? Я не оракул и не провидица, но знаю кое-что о звездах и их влиянии на судьбы людские. Почему еще ты поклоняешься Аполлону? Величие Аполлона простирается далеко. Он повелевает солнцем. Искусство, музыка, порядок – все это великие вещи. Благородство целей, открытость ума и сострадания – достоинство, коим я подражаю. Вот почему люди молят Аполлона о благословении. Он любит тех, чьи цели благородны, и кто сражается за правое дело. Прощайся. Мне пора, Пандора. Удачи. Да хранит тебя Аполлон. Иди нахуй. Тупая тварь. Ты позволил кучке наемников опозорить себя. Твои гости убиты. Мой брат мертв. Где же ваш царь? Где ваш обожаемый страж? Чася. Кто заплатит за содеянное? Я буду мстить. Меня тут нету. Здесь родилась Амфинома, жена Эсона. Она была крестьянкой. Боги наделили ее великой красотой. Гера благословила их союз с царем, и она стала царицей Иолка. Моя мать. Великая царица. Проклятье на Иолке. Ты позволил кучке наемников опозорить себя. Твои гости убиты. Мой брат мертв. Вот я же сейчас тебе, сука, подойду там и пиздюлей в ебашину. Кто-то заплатит за содеянное. Я буду мстить за мою потерю. Жалко я... Следите, кто к нам наконец пожаловал. Сам царь Ясон. Не прошло и дня. Так. Следи за словами. Здесь нефессалоники. Я вижу. У нас в Фессалониках не принято, чтобы банда наемников убивала почетных гостей. Я сожалею о гибели Минандра. Да найдет он путь в Элизиум. Этого мало! Ты так просто не отделаешься, царь Иолка! Нужна компенсация! Дань! Ты не охуёшь! Мои земли богаты, скот тучен, страна процветает под покровительством Зевса! А на скалистой земле Фессалоник жизнь сурова! Суровые люди! Но вам, елкицам, на это наплевать! Успокойся, Фессалинец. Просто скажи, что тебе надо. Я увезу домой тело брата, а вместе с ним полный корабль зерна и овец Сиолка. А потом, каждый год, в день смерти Минандра, вы будете мне присылать десять юных прекрасных девственниц. Ты не охуёшь! Вот что я требую в качестве дани за убийство моего брата. Ты сошел с ума, Зенон? Ты осмелился мне такое сказать? Все охуел. Ты позволил гостям погибнуть под своей крыжей! Возвращайся к Фессалонике! Я не буду торговаться! Если ты мне отхажешь я, и мои люди возьмем дань силой! Этой речью ты оскорбляешь память брата. Ему наплевать на брата. Его привела сюда жажда наживу. Думаешь? И умеешь, что мне не все равно. Я вызываю тебя на вой, страж! Да легко, придурок. Твои условия. Мои люди и я против тебя с верзилой! Я заберу твою булаву, да ты не против? Тогда я тебя убью! Твои стражники не будут мне мстить! А я твою пачку пать! После твоей стенки я увезу тело брата и желаемую дань! Давай! И... И я не знаю, что это... Нет. Мне надо. А твоя ставка? Вот палец моего брата! Она стоит больше, чем весь Ёлк! Её благословил сам Посейдон! Да хуй хуй Сейдон, бля! Вот моя ставка! Кому это надо? Нет, ты поклянешься здесь и сейчас, что твоя семья не будет требовать компенсации А если кто осмелится, он навеки опозорит честь твоей семьи Хорошо, так клянусь я, Зенон из Фессалоник Ребята, начнем, как будете готовы Сегодня умрет Зенон из Ёлка Наха На нахуй Не, не, умой, умой Убей меня, пёс и олка Забирай своего брата Я не забуду это, Исан Ты оставь палец Что? Твою ставку, забыл? Проклятие на ёлк А, хуй тебе в рот, блядь Славная палеца Как думаешь, действительно от Посейдона? Кто знает Конечно, нет Одно ясно Тебя она идет лучше, чем ему Вот у нас есть палец У нас осторожен царь-исок С ним была колдунья Она может быть неподалеку Колдунья Ты этого не знаешь Ты бы ее видел Все тело раскрашено И она спрашивала про убийцу Скорее, настойчиво требовала ответа Видели ли мы его? Откуда он пришел? Какая она? Странная Ни одна женщина с иолка Не одела бы такое платье И у нее Все тело в татуировках Руки, ноги И лицо тоже Руки, ноги, голова Темные волосы Острый взгляд Отмыть ее И она будет хороша И соски Ах ты, старый Походливый козел Прошу тебя Я лишь даю Царю точное описание Она сказала, что ей надо Она сказала Волки всегда охотятся стаей Странный ответ Она почти довела мою жену до слез Она была настойчива И кажется, очень спешима Вы видели, куда она делась? Куда разделась Да Зенон громко кричал И я увидела, как она ускользнула Очень странно Она насторожила уши, будто прислушивалась И вдруг она насторожилась И молнией метнулась В сторону склепа царей Я слышала, как она пробормотала Попался И убежала Клянусь Олимпом Спасибо Я найду ее и все выясню Здесь приземлилось копье Айсона Посравнив поликида Этот афиняним хвастал Что метает копье Дальше всех иолкийцев Царь Исон Защитил честь царства И принял вызов Афина помогла Исону И он совершил такой бросок Что поликид от стыда Потерял дар речи Так, ну теперь надо поболтать С местными Потому что Они тут тоже что-то им надо Ясон Да Да Идос Как тебе мирная жизнь? Да Просла всего пара минут Но я уже начинаю привыкать Привыкать? Это так сложно Это и лизюм Так лучше? Я вас, пожалуй, оставлю Идем, дети Что будешь делать без стражи? Растить Что растить? Виноград или ячмень Посмотрим Ячмень, считай, сам растет Больше времени на охоту, рыбалку или на детей А виноград Это дело сложное Мне всегда было бы чем заняться Ты заслужил отдых Расти ячмень А виноград я тебе пришлю Слушаюсь, царь Значит, ячмень Давно я не был на рыбалке Слышал, ты отправляешься в Дельфы Я верну ее, Идос Надеюсь Вот, Ясон Я много думал об этом и Мой меч Возьми мой меч О, давай Я всю жизнь восхищался этим мечом Я знаю Но оружие ценят по мастерству его владельцев Вы вообще хоть когда-нибудь шлем снимаете? Это хороший меч Исправно мне служит Но в твоих руках он станет великим мечом Благодарю, друг мой Ну вот, теперь у нас есть меч Вот наш первый Второй Круто, да? Спасибо, Ясон Береги его, Киприана Накорми его, Киприана За щеку ему накидаю Киприана Мне очень жаль, царевна Алкему Удачи, Зария Сука Яни Когда я вырасту Я буду как Геракл Жирным Каждым днем ты все больше похож на отца Да, вообще Какой-то Не тем он хотел быть Только стойте Так Там у тебя ничего для меня Иди нахуй У тебя тоже ничего для них Спасибо, что расправился с этим мерзавцем Потребовать такое? Он не стоил пальца своего брата Мы будем скорбеть по Минандру Да, в последние дни было столько печали Наша соседка Агата потеряла мужа Он работал слугой во дворце Бедная Агата И ее сын Сенон Ему очень трудно Что за колдунью ты видела с Зеноном? Она странная Я буду волноваться Пока ее не найдут Все эти вопросы об убийце Зачем бы ей это знать? Прощай Надеюсь, что здесь больше не будет волнений Смотри, Кирос Это царь Да, это тварь Что он здесь делает? О, нет, нет Что с Эльпидой? Ваша дочь ранена Но она уже идет на поправку Гера, помоги Я этого не переживу Спокойно Она идет на поправку Когда мы ее увидим? Перед дорогой я передам ей Чтобы она вас навестила Я спать не смогу Пока не увижу дочь Не изводи себя Царь сказал, она скоро придет Да По кусочкам Что вы тут, блядь, встали Так, тут Пещера этого, блядь Марс, электрон В общем, надо там пройти Отличное испытание В пещере Вон там, в огненной хуйне Здесь находится вход в пещеру Амалфей Чтобы спасти своего сына Зевса от Кроноса Рея отдала его Амалфея Амалфея Выкормила Новорожденного бога Крики младенца Заглушал рев Сыплющихся камней И обжигающего Пламени Слава Амалфея Которая вырастила Зевса Позволив ему Бросить вызов Кроносу Ну да Потом пришел Кратос Все мы это знаем Печальную историю Так Ну что ж Надо пройти испытание Странно, но Что-то ворота не открывают Ладно В машине потом откроется Так Ну все-таки А, сейчас еще Бабу Одну найдем Я буду бегать третьим Догнал Куда он там Ебалос Застрел Я вырос в деревне Как это Давным-давно И тут народ Давным-давно Давным-давно Как в песне Это царский склеп Усыпальница Царской семьи Иолка Гробница Царей и цариц Стражей И героев Зевса Вечная им память Так Ну вот сюда она пошла Эта ведьма Лит Ону Мене Фалуяй Матеряться тут Великая Медея Как низко ты пала Ты теряешь силы Ты Ермак? Правда? Я илба Принима унафилари Что здесь за хуйня была? О! Ни хуя ты что Творишь Прости Снова на меня нашло Ты в порядке? Слабость Это пройдет Черноязыкий Назвал тебя Медеей Это твое имя? Да Мне нужны ответы Медея Задавай вопросы Из солнца Когда Черноязыкий Умер Что это было? Я не контролировала Себя Когда я выпускаю Силу Я ничего не помню Ничего не помнишь Медея Твоя сила опасна для других И тебя самой Когда-то я была сильнее всех последователей Гекаты Но когда я отреклась Ее защита оставила меня Ты была черноязыкой? Видишь эти знаки? Это ответ на твой вопрос В другой жизни я была одной из них Но потом поняла, как велика цена Узнав об атаке Я примчалась сюда Их убийцы не работают в одиночку Что ты собираешься делать, Медея? Продолжу работу Охотник или жертва Третьего мне не дано Ликомед полагал, что уничтожил их всех Ликомед Ты знаешь о нем? Я знаю, что черноязыки убили твою жену из-за пророчества Из-за какого пророчества? Когда родилась твоя жена Царь Ликомед отправился в Дельфы поговорить с Оракулом То, что он узнал, привлекло внимание черноязыких В Дельфы и Микены были посланы убийцы Ликомед помешал покушению на твою жену А убийца Лесандр не смог убить Оракула Пелагию Говорят, они полюбили друг друга и сбежали с острова Вот почему Ликомед вел эту войну С тех пор его имя проклято черноязыкими Я хочу вернуть мою жену За этим делом стоят черноязыки В обмен на твои знания о них Я могу поддержать тебя в твоей борьбе Если ты попытаешься ее вернуть Они сами найдут тебя Тогда их не нужно будет искать Иди на корабль Аргас даст тебе каюту Ясон, ты точно уверен, что... Твой друг прав, Ясон Я не всегда безопасна в общении Как ты уже видел Мы сможем усмирить твои силы Если ты согласна Это единственный путь Что ж, царь Иолка Я отправлюсь с тобой и помогу тебе, как смогу Я подготовлю защиту для корабля Вау! Не нравится мне, что она собирается колдовать Зачем она тебе, Ясон? Как ты можешь ей верить? Потому что ты не справишься Тут замешаны неизвестные силы Пророчества, черноязыки Нам нужен человек, знакомый с этим Ты видел, что она сделала с убийцей Так, теперь медаль у меня Тут вот есть заспехи Это боевая броня царей Иолка Ее носил мой отец, Ясон Я ее никогда не одевал Надеялся, что и не придется Но Иолк и его царица нуждаются во мне Путь будет трудным Но я уйзу с собой кусочек Иолка на счастье Когда путь перед тобой темен Вспомни, за что ты бьешься Иолк Это больше, чем равнины и леса Это наша родина Мы спотыкаемся не о горы, сын мой Но о камне Наступай аккуратно на камень И ты перейдешь в гору Пора узнать о нашем корабле и Дельфах В порт Так, первый доспех Его же второй Ну ничего, да, красивее Например, сопротивление к ударам Ну ох ты какой Красавец теперь, да Да Теперь надо в порт Надо узнать насчет корабля Потом Не забыть Найти дочку этих хуйбанов В замке А потом Потом Сходить там в пещеру К этому, к Марсу Пройти испытания А потом двигаться Что там будет еще Вообще, задание Может посмотреть У нас там есть Карта Так, ну и атрибуты Что-то я не вижу задания Ну да ладно Вот это корабль Корабль Да Это мой корабль А не твой урод Здравствуй, царь Ясон Я Нестас Начальник Дока Пять заповедей Афины Тебе в помощь Работаешь с Аргасом? Да Управляю доком Помогаю со снастью И парусами Даже работал Над системой шкивов Для твоего корабля А Аргас здесь? Он на борту Заканчивает приготовление Он просил передать тебе Что готов показать тебе корабль Я могу отвезти тебя туда Не Станин Не сейчас, Нестас Ты поклоняешься богине Деве? О да Я поклоняюсь Афине Считаю, что ее заповеди Помогают привести все в порядок А с местными работниками Порядок не помешает Мудрость Афины полезна Когда имеешь дело с Аргасом Да Но меня интересуют И другие законы Афины Афина – богиня правосудия Я разбираю споры Которые недостойны царя К тому же Она богиня ремесел Стратегии и военного искусства Все эти аспекты Формируют основу общества Ты упомянул Пять заповедей Афины О нет Мудрость Справедливость Храбрость Послушание Смирение Пять заповедей Достойной жизни Я воспитываю эти качества в себе Но иногда это трудно Привет тебе, Нестас Иди нахуй Синон Послушай У нас семья в Афракии Там нам будут рады Мы не уйдем Иолк – наш дом Твой отец погиб, Синон Но мы должны жить В Афракии? Нет, мама Здесь похоронен мой отец Здесь буду жить и я Синон Прости, что не радуюсь Царь Лесон Ты, Агата, вдова слуги Фанона? Твой муж перед смертью Просил тебе передать Он просил передать Что всегда любил тебя Хотя он не всегда был тебе верен Неудивительно Он просил простить его Я знала об этом И в душе я уже Простила его Спасибо тебе Царь Ясон Если тебе нужна помощь У меня есть сын Больше мне ничто не поможет Я чту память мужа И воспитаю сына соответственно Просто не здесь Шлюха Твой муж – шлюха Здесь царь Иолк убил фагийского воеводу Отразив удар мародеров Иолк защитил земли Зевса Фагийцы больше не угрожали этим землям Так, я нашел все Герм на елке Здорово Здорово Новые воспоминания Там Микен Три недели на быстром корабле Отец сказал, ты едешь домой Я скучаю по Микену Но часть меня хочет остаться здесь Ты вернешься? Наверное Так, есть все время Мы нашли все воспоминания Здорово Так, теперь надо с этим дедом попиздеть Здравствуй Я говорю с Моносоном Отцом Тимея? Да А также Пафра Теперь остался только Пафр Твой сын Тимея мертв Мертв? Он отдал жизнь, защищая меня Ясно Твоего сына недавно назначили знаменосцем Принес ли страж его копье На котором развивалось знамя и волка Увы Я должен был сохранить его для Тимея О, мой сын С самого детства Стража То Стража Это Все, чего он желал Это служить тебе Пусть он мертв Но его копье еще может послужить Возьми его Во имя Тимея Я возьму это копье Пусть восславят его мои победы Вот у нас еще копье И оказываешь мне честь Если увидишь Пафра Скажи, я знаю Он сделал, что мог Скоро Пафр придет к тебе в увольнение Так, это старое А это новое Ну да Теперь я весь Обновился Пока мои сыновья служат тебе Я спокоен Так, теперь надо сходить на корабль Потом во дворец И опять на корабль Пять заповедей Афины тебе в помощь Иди ты нахуй Отвези нас к кораблю Конечно Так Ну вот этот хер Яссон Как ты? Я слышал о том, что произошло Этот корабль должен был стать свадебным подарком Он еще может им стать Он готов выйти в море? Да Корабль готов к плаванию Отлично Мы отправляемся в Дельфы В Дельфы? Что ты забыл в Дельфах? У меня есть вопросы А ответы на них есть только в Дельфах Аргас, как туда попасть? Я всю жизнь бороздил морские просторы Но никогда не видел берегов Дельф Может их вообще нет? О Дельфах существует немало легенд И ни в одной не говорится, где они Яссон Я не знаю, как попасть туда Хм Пелий говорил, он попробует узнать Навестим его А что это за Медея? Она сказала, ты берешь ее с собой Напугала меня до смерти Просто появилась на палубе Ни шлюпки Ничего Все в порядке Она поплывет с нами Тебе решать Но ты посмотри, что она сотворила с каютой Я посмотрю, Аргас Очень странно Прекрасный корабль Покажешь мне его? Конечно Начнем прямо здесь Как ты уже понял Это самый крупный из всех моих кораблей И самый быстрый Но об этом чуть позже Корпус из легкого прочного кипариса Пропитан смолой Я несколько изменил классическую схему И включил в нее грибной механизм Но оставил малую осадку на случай ремонта Как я говорил Корабль гребет сам Я покажу тебе Сам Сюда, Ясон Взгляни сюда и скажи, что ты видишь Канаты, шкивы, весла Первый раз такое вижу Такого никто не видел Весла грибут сами Один человек может заменить 200 грибцов Это как? У меня полвека ушло на поиск этого решения Столько времени у нас нет Идем в рубку Иди быстрее, сука Весла Это сердце корабля Но рубка Его голова Пока мы видим звезды Мы знаем, куда плыть Я даю направление на созвездие И корабль сам запоминает курс Я устанавливаю пункт назначения И корабль плывет без рулевого Удивительно Еще бы Идем вниз Здесь у нас будет кузнец Никаких больше тесных коек Благодаря моим веслам У нас достаточно места Просторных кают хватит на всех Здесь будет храниться Все твое снаряжение А на носу Идем Я покажу Так, есть у них заспехи будет А здесь будет наше оружие Вот комнаты Есть наши Сослуживцы будут Ну и всякие уроды Нифига ты как украсила Я нанесла защитные руны Я вижу Только ты можешь снять их ясом Пока они действуют Ни я, ни мои чары Не выйдем отсюда Правда, я могу Нанести вред внутри этих стен Как ты оказалась среди них? Моим отцом был царь Калхиды Ээб Пока я росла Он уделял мне мало времени Когда мне было двенадцать Отец решил выдать меня замуж Двенадцать? Жениху было под шестьдесят Ебануция В первую брачную ночь Я убила его А потом бежала Годами я жила одна Я поклялась быть сильной И никогда не подчиняться мужчинам Меня нашли черные языки И сделали заманчивое предложение Сила одурманивает Вскоре я поняла Что за все нужно платить Думала, становлюсь сильнее А становилась рабыней Я вновь стала Двенадцатилетней девчонкой Но на этот раз Меня ждал Титан Все расплывчато Может нам стоит поговорить позже? Конечно Я хочу знать о черноязыке Что именно? Расскажи об организации группы Черноязыкими управляет тайный совет воронов Могущественных чародеев Количество воронов неизвестно Они определяют действия группы И передают приказы подчиненным Подчиненные всегда находятся в боевой готовности Черноязыки набирают людей со всего мира Обещая им блаженство в Тартаре Хоть моргни Их агенты действуют тайно И всегда готовы нанести удар Что движут черноязыкими? Во что они верят? Они поклоняются Титании Дегекате Богине мрака и чародейств Они отказываются признать власть богов Олимпа И желают их свергнуть С помощью жертв и ритуалов Последователи Дегекаты Отдают ей свои души в обмен на силу На сиськи Сиськи бы мне помешали Они верят, что однажды Дегеката Будет править царством живых И царством мертвых Они слепо выполняют приказы Веря, что в случае гибели Их ждет блаженство в Тартаре Откуда взялись черноязыки? Давным-давно черноязыки Стали лучшими наемными убийцами в Греции Они годами изучали яды, магию и маскировку Их было мало, но это их устраивало Благодаря секретности они выжили Даже самому Ликомеду Не удалось их всех уничтожить При первой же угрозе Они просто уходили в тень Если тебе что-нибудь понадобится Дай мне знать Хорошо На кораблях нет таких храмов Но ты просил, я сделал Это просто потрясающе, Аргас Такого чудесного корабля нет во всей Греции Не хочу хвастать Но это чистая правда В этот корабль Я вложил все свои знания о мореходстве Я хочу кое о чем тебе попросить Слушаю Возьми меня с собой Никто не знает корабль, как я Ты построил этот корабль Я не могу отказать тебе Спасибо, царь И еще Тебя и твой шедевр Потомки должны помнить вечно Поэтому Я назову этот корабль В твою честь Нарекаю его Арго И сон Это огромная честь Ты это заслужил Благодарю Осмотрись пока Если я тебе понадоблюсь Я на верхней палубе Так Так Тебя и твой А если это не без растения Я не могу Ты не можешь Тебя и твой Ты не можешь Тебя твой понятно да вам так это что-то неукротимая воля а ну вот оно было одно я потратил так ну что сейчас можно взять просто и вот эти вот штучки тратить допустим так 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 Так. Ну и теперь можно... Всё. Угу. Так, кофейно это копьё. Нам нужен меч. Это что у нас? Угу. 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 так вот так значит значит вот так вот так но все так хотите как и и и и и и и Ага, на единицу, во. Угу. Так, у нас сейчас по четыре штуки, ага. Ты видел, что она там натворила? Я видел, я видел. Все в порядке. Это для нашей защиты. Ну, смотри. Подготовь корабль. Мы узнаем у Пелия, нашел ли он что-нибудь. Шлюшка. Такому кораблю позавидует любой в Греции. Но не я. Потому что у меня есть такой корабль. Ты никогда не хотел нормальной жизни. А я че, тебе ненормально, что ли? Да брось ты, нормальная жизнь скучная. А тут веселый. Так, теперь мне... Что надо? Так, верхняя дочь, да? Так. Сейчас мне надо вернуться во дворец. Кто мне запретил? Не знаю. Приветствую. 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 Достаточно, чтобы держать меч и щит. Ах, ты. 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 Ясон, выслушаешь просителей до суда? Да, давай. Да. Зови Просителей. Царь Ясон примет Просителей. Вызываю пастушку Агату. Царь Ясон! Мой сын Синон пропал! Синон? Что случилось? Он был так расстроен. Сказал, что ты отверг его. Я тебя не виню. Он юн, и ты думал о его же безопасности. Я думала, это пройдет, но он собрал вещи и сбежал. Выкрикнул, что попытает счастье в Микенах. В Микенах! Успокойся. Если твой сын попадет в Микены, это не самое худшее место. Царь Лекомет следит за порядком в Микенах. Гера! Помоги мне! На него нападут грабители. Его захватят в рабство! Пелий! Отправь стражников на поиски Синона. Как скажешь, царь Ясон. Его съедят волки. Он погибнет в кораблекрушении. О, Гера! Народ счастлив! Сегодня просить или нет. По-твоему, это было сейчас счастливо, что ли? Так, ну, давайте сохранимся сейчас. Да, лучше так. Что ты там? Ясон! Я что-то нашел! Дорогу в Дельфы? Возможно. Это старая карта, но на ней есть остров, отмеченный как скала Оракула. Сракула! Далеко на западе. В западе? Я отправил карту Аргасу на корабль. Тебе будет с чего начать поиски. Спасибо, дядя. Ясон, а как же и Олк? Путешествие будет долгим. В мое отсутствие править будешь ты, Пелий. Но я советник, а вовсе не правитель. Ты мой единственный родственник. Я прошу тебя управлять островом в мое отсутствие. Если ты этого хочешь, Ясон, да будет так. Я буду служить Иолку. Я знал, что ты согласишься. Теперь мне осталось лишь попрощаться с Алкемой в Мавзолее. Медея должна быть уже на борту. Медея? Текстура затупила, у него руки пошли. Бывшая черноязыка, она согласилась оказать нам помощь. Черноязыкая? Ясон, как ты ей доверяешь? Я ей верю. Но буду за ней следить. Я вижу, тебе предстоят великие деяния, Ясон. Не волнуйся, Зе Олк. Любой, кто захочет причинить ему вред, столкнется со мной. Попрощайся с Алкемой в Мавзолее. Не волнуйся, я за ней пригляжу в твое отсутствие. Да-да-да-да-да-да. Так, ну, теперь мне надо... ...найти эту шлюшку... ...с которыми я там родителями разговаривал. Не сообщите ей, что пришла нахуй домой. Есть вести от родителей? Я сказал им правду. Ясно. Я постараюсь вскоре их навестить. Я очень скучаю по родителям. Так пиздуй нахуй. Скучаю. Так же. Сучка, скучай. Ага. Кто тебе поверит? Тебе, о царица Алкема, Элли... Ты допел? Да, царь Ясон. Могу ли я помочь? И нахуй. Ты последователь Гермиаса, Антифон. Расскажи мне побольше о Гонце. Конечно. Я... Я жал прощай, нахуй это мне? Че, охуелся-то? Так, артемида была сильна. Как... Как заткнись, нахуй. Набойкий час для страны настал. Они сейчас в Элизиуме. В Элизиуме. В Элизиуме. В Элизиуме. Поганый фильм. Моя... Блядь. Музыка эта... Прям... Выёбывает. Время готовится к войне. Иония не столь смела, чтобы завоевать Запад. Так я и думал. До этого случая. Музыка. Её должны были похоронить здесь, в родовом склепе Ионка. Музыка쟁. Твои строители очень быстро переделали храм. Официально они не женаты. Музыка. Ни кены противеняют. Ни кены противния. Боги Олимпа, услышьте мою клятву. Я не вернусь в Иолк до тех пор, пока не верну ее. Даруйте мне свое благословение. Защитите Алкему и присмотрите за моим царством. Теперь самое время. Кто здесь? Ясон, царь Иолка, страж Зевса. Я Аполлон. Аполлон? Боги-покровители благословляют тебя. Это говорю я, а также Арес, Афина и Гермес. Тебе нанесли оскорбление. Убить невесту на свадьбе – это страшное преступление. Была убита моя дочь, Алкема, дочь Ареса, и должна быть отомщена. Твоя цель необычна. Вернуть мертвых к жизни против законов людей и богов. Сюда, Ясон. Мы хотим дать тебе наше благословление. Подойди к статуям, чтобы мы смогли поговорить. Ты не хочешь, да, мне не хочешь сказать, пидор, ты мне ничего? Арес – бог войны. Благодарю тебя. И можешь найти способ вернуть ее. Можешь не найти. Но в одном будь уверен. Черноязыкие ждут тебя. Воин ищет ответ лишь на один вопрос. Кто мой враг? Теперь ты знаешь ответ. Начинай войну. Убийство черноязыких – достойная жертва мне. А покровительство? Ты ничего не хочешь предложить Ясону? В отличие от тебя, Афина, бог войны даров не делает. Он награждает достойных. Действия Ясона после убийства его жены могли угодить даже тебе. Янийцы? Ха! Пусть сразится с моими воинами, а там я решу. Западу от твоего дворца есть пещера Амалфеи. Вход в нее давно закрыт. В ней тебя ждет испытание. Заслужи мое покровительство! Если воин медлит, он умирает. Доверься инстинктам. Круто. Гермес. Благодарю за помощь. Поговорим о неизвестности, Ясон. Поговорим о смерти. Ты не провел обряд над женой. Я не могу отвезти ее в царство теней. Вскоре ее тело вернется к земле, а ее дух заплутает. Если тянуть время, она исчезнет навеки. Я должен спешить. Ты меня заинтересовал. Ты пытаешься объять необъятное. Если ты добьешься своего, изменятся все правила. Я хочу дать тебе шанс. Я присмотрю за духом Алкемы и защищу ее тело. Это мой дар тебе. Гермес. Спасибо. Это не навсегда. Рано или поздно все встанет на свои места. Со временем лишь разум набирает силу. Аполлон, благодарю тебя за помощь. Ты преследуешь благородную цель. Твоя любовь чиста. Не теряй надежды даже в самые тяжелые моменты. Надежда помогает вершить невозможное. Я отправлюсь в Дельфы к твоему Оракулу. Она укажет тебе путь. Мы не знаем, где это. Ты поможешь нам найти Дельфы? Дельф нет ни на одной карте. Путь туда открыт только нуждающимся. Ты уже знаешь путь в Дельфы, Ясон. Просто следуй зову своего сердца. Если твоя цель чиста, ты найдешь то, что ищешь. Спасибо, Аполлон. Помни, Ясон, открытый разум намного сильнее сжатого кулака. Афина, ты даешь мне надежду. До сих пор твой путь был праведным. Но тебя ждут испытания, которые могут изменить все. Спасая свою жену, не потеряй себя. Я понял. Пока твой путь праведен, твое копье будет с тобой. Это мой дар тебе. Благодарю. Подготовка — это копье. Победа — его наконечник. Ты говорил со всеми богами. Да будут подвиги твои славными. Делами справедливыми. Дитвы жаркими. Странствия будут увлекательными. Мы будем следить за тобой, Ясон. Все в твоих руках. Должен быть способ. Я найду его. Так, ну все, можно заваливать отсюда. Я тут подумал, Ясон. Мы с тобой. Тебя ждет долгий, трудный путь. И я хочу, я хочу помочь. Ты уже много для меня сделал. Геракл из Фив. Спасибо. Я твой вечный должник. Прекрати. Ты бы то же самое сделал для меня. Никогда. Сходим к Агасу. Узнаем, какой вес выдержит его корабль. Очень смешно. Что я и говорил, ты жирный тварь. Так, ну вот. На этом пока можно прерваться. Побегали, попрыгали. Так.